здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале дорогие зрители всех с наступающим новым 2017 годом скоро скоро будет праздник а пока еще будни и пока у нас дела текущие я получила такое сообщение татьяна здравствуйте смотрю на вас и других девочек которые вяжут и завидую руки чешут что-то связать и главное умею ведь но шарфы шапки носки уже складывать некуда а кофта или свитер никак не получается то мал то велик по ширине и образцы вижу да толку то от них все рассчитаю вроде вижу время трачу а потом или все в облипочку или велико настолько хоть вдвоем влезай и это не раз и не два было словно заколдованная я или свитера мои сос ну что же катя сос так сос сейчас расколдую момент эмоции очень много да эти эмоции нужно направлять правильное русло я хочу сказать что я думаю не прогадаются скажу что у каждого было какие-то промахи по ширине я не знаю вязальщиц которые это обошли не только вязальщиц у каждого повара что-то подгорала да у каждого там дворника ломала сметла абсолютно любого человека любой профессии в любом хобби были какие-то промахи к этому нужно абсолютно спокойно относиться поэтому вот эту эмоциональность направила бы в другое русло вы не пробовали например все то что мало попытаться продать только это не то что так связала мне не налезла извините а наоборот у меня была коллекция свитеров да там завязали желтого цвета допустим осенние коллекции если там бело-голубого зимние коллекции что есть придумать красиво назвать продала 5 изделий осталось одно могу даже так по скромник и сносной цене отдать хотя бы пряжу вернуть что вам распускать если вы говорят что вы распускайте и уже все равно носить не будете что вам из распущенной пряжи вязать что вам новую купить поэтому можно продать за такую цену где там пряжу окупить и чуть-чуть еще за вязание взять возможно если свитера в облипочку попробуйте под утюг я последнее время так часто промахиваю с размером я их в под утюг и они потом вполне ничего смотрится если они такие широкие как вы говорите то попробуйте я не знаю вытянуть их в длину это будет не свитера допустим туничка какая-то вязаная полуплатье какой-то и я понимаю что все равно не будут широкими но так как мы увеличим длину ширина позволяет вязаные изделия прям специально вытянуть свитер превращается в тунику и попробуйте поясать широким поясом это будет возможно я просто не знаю что за изделие о каком изделие идет речь но это может быть настолько стильно настолько неповторимо что никто и не подумает что вы вязали там какую-то кофточку или джемпирог она была вам получилось в итоге широкой и так далее все будет выглядеть так как будто это было задумано поэтому во первых значит успокаиваемся во вторых мы энергию какое-то правильное русло направляем и в третьих я сейчас попробую вам показать приемчики которые позволят вам медленно но верно двигаться к ширине изделия мне это не раз вручала кстати спасибо вам за вопрос сама я вспомнила эту идейку и рано или поздно и его плату что я вам предлагаю образцы вязать все равно нужно хотя бы чтобы примерно знать количество сантиметр соотношение петель сантиметра попробуйте пожалуйста вязать не сразу набирать нужное количество петель да как мы привыкли а сначала 10 например набрать связать буквально пару рядочков вверх допустим здесь 10 петель допустим может быть 8 может быть 14 это уже надо рассчитывать зависимости того пологий край или какой плохим углом вы хотите изделия потом прибавить еще 10 опять связать пару рядочков здесь уже нас 4 рядочка прибавить еще и таким образом дайте постепенно дайте до нужной вам ширины изделия это на практике смотрится не совсем так как вот и у меня да она более сглажена еще от пряжи зависит но если вдруг даже такие ступенечки будут их можно обыграть их можно обвязать крючком их можем там какой-то бахромой обыграть это все вполне резонно но самое главное что вы прибавили сколько-то примерили прибавили примерили прибавили примере и вы рано или поздно увидите когда можно вот это когда ширина уже будет вашей когда мы нужно остановиться и переходить на основное полотно а там уж пожалуйста с проймами без проем вы говорили что с этим проблем у вас нет я без проем вижу вот горловиночку тоже нужно обдумать ее можно вывязывать ее можно не вывязывать как угодно можно просто так резиночкой закончить и все я к чему говорю вот такое постепенное прибавление петель она способствует тому что вы прикладывая к себе смотрите нужно еще прибавить в бок или нет и когда очень хорошо видно наглядно видно когда можно остановиться во всяком случае если она будет великовато то ненамного маловато но никак не будет мы же прикладываем от серединки до серединки мы прям обхватываем самое широкое место у себя поэтому мало он уже никак не будет а велико если она после стирочки растянется то она будет ненамного самое главное прояснить для себя рисунок допустим если вы все платочкой будете вязать там это да это просто крути верти перед и спинку если вдруг вы хотите ну рядов там я не знаю 20 высоту допустим платочкой то не забывать потом переходить на рисунок последовательно тоже каждую так в десяти там или скольки ты петлях переходить на рисуночек какой-то будет рисуночек тоже надо заранее прогадать просчитать и это все увидеть допустим коса можно да можно вообще без кос можно коса на протяжении всего джемпер очка можно только две-три косы сбоку асимметрия так уж везде пусть асимметрия поэтому это носил продумать но очень хороший прием прибавление постепенного прибавления петель красиво нарисован я знаю так как если вдруг на случай вы не понимаете о чем идет речь вернее где-то понять то здесь легко как прибавлять вот я буквально связала 10 петель и провязала один ряд провязала один ряд сейчас иду на второй потому что вот этот ряд для меня он изнаночного судя по этому краешку я провязала лицевыми типа я хочу кофточку лицевыми и где мой супер рисунок вот первые 10 петель связаны переходим на другие 10 петель кстати можно даже двух рядочков не вязать вот достаточно для первого раза 1 потом будет лицевой изнаночный лицевой изнаночный там будут по 2 рядочка высоту я вижу эти свои не очень неудобно на камеру на белом фоне не видно взяла белый пряжу типа чтобы лучше было видно на белом листочке я вяжу эти свои 10 петель может быть не 10 это и наверно 12 набрала потому что еще две крайне не замечаю кромочную потому что она сейчас будет меня не кромочная она будет продолжение и вместо того чтобы перевернуть изделие нет 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 я начинаю вот эту вторую ступенечку ли вторые 10 петель сколько это будет еще раз говорю вам нужно самой решить накидывать 1 2 3 4 5 6 7 8 ну так далее чтобы не тратить время вы знаете до особенности моего телефона вот уже пожалуйста сколько-то петель связано сколько-то брошено переворачиваем и начинаем вязать 1 становится крайней удашать нее а потом мы очень плотно накидала провязываем петли здесь нужно конечно попыхтеть но результат оправдывает средства один ряд только пройти надо не камера мешает вязать там где переход ну как сказать новых петель в старые может быть типа дырочки ничего страшного потом в общем изделие все это сравняется когда мы будем обвязывать крючком или когда мы будем делать вот новый связано идут старые здесь просто надо ниточку когда вяжешь немножечко ниточку подтянуть знают особенность тут мы выходим уже на старые как старые предыдущие петли и у нас идет все очень легко и и просто это типа изнаночный ряд так вот у нас уже что с вами одна лесенка вторая лесенка и таким же образом мы будем добавлять каждый раз новые 10 или 12 сколько вы рассчитаете это вяжется очень легко по накатанный первые 10 петли они самые долгожители они здесь уже коренные так сказать давно живут потом мы переходим на те петли которые только-только набрали совсем недавно и когда они заканчиваются опять же крайне мы здесь не делаем мы и провязываем лицевой потому что она не будет крайне начать будет стаковать с петлями которые будут рядом мы опять легко и просто но способов накида вы знаете кто крючком кто чем накидываем еще очередную порцию петель я это делаю просто вот ну вот она петля господи вот завернула и этого достаточно чтобы накидать количество петель каждый раз прибавляем и нужно рассчитать здесь уже эту работу за вас никто не сделает зависимости от того во первых из какой ну и все накидал я да и начинаю вязать опять и таким образом будет потихоньку полегоньку прибавляться 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 кофточка не обращайте внимание что здесь перехода мы потом красиво крючком это исправим или как какой-то вышивка или бахромой все это исправляется решите для себя еще вы хотите угол такой вот какой остроты угол ведь можно прямо это изделие так сделать да если там по 5 петель прибавлять не это не очень нравится мне нравится вот такая асимметрия это очень красиво смотрится потом когда это типа брюки одеваешь смотрится очень неплохо вот эта асимметрия вторую половинку это допустим перед а спинку уже надо вязать соответственно тоже чтобы она тут же был у нее скос или если вы хотите то наоборот чтобы скос был вот здесь но мне это меньше нравится то есть спиночка она может с этой стороны свисать мне кажется как то так будет лучше если с одной стороны это дело вкуса и второй вариант который очень похож с первым отличается только с тем что у нас не будет асимметрия взяли центральный 10 петель да и потом провязали пару рядов прибавляете и с одной стороны мне рисовать очень удобно и с другой стороны еще пора вязали пару рядов потом опять влево и вправо провязали и таким образом вы доходите до той ширины кофточки которая вам нужна и стартуете вверх опять же тем рисунком той моделью с проймом без проем с горловины без горловины 1 кофта лучше другой меня просто буквизю стою и вот такая вот в итоге опять мы можем крючочком здесь обвязать можем бахрому сделать самое главное чтобы ты не заворачивал не надо это делать лицевой гладью когда на лицевой стороне лицевые петли она изнаночной стороне изнаночные петли дешне фломастер там поеднее было бы не нашла самое главное это такую вязку выбрать где не заворачивается это может быть резинка это может быть путанка это может быть платочная вязка наверное самое благодатное а уж сколько ей вязать только то время когда мы выравниваем эту лесенку допустим только здесь вот платочка у нас будет а потом выходит на другую или всю кофту платочкой это уже решайте сами это дело вкус конечно нужно все это продумать причем не лишним будет сделать и рукавочек такой то есть не вот прямой как мы привыкли да а можно тоже начать с нескольких петель потом больше 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 то есть вот такой вот на уголочек у рукав можно сделать и будет очень здорово очень красиво моделируйте свои кофточки но такое постепенное прибавление слева и справа по 8 или по 10 по 12 15 нужен расчет посмотрите какой толщины вас пряжа посмотрите какого обхвата вы все это насколько вы хотите вот эту модельку пониже повыше все это конечно нужно рассчитывать и идти к намеченной цели мало она никак не будет потому что после каждого прибавления я здесь условно написал 3d с может быть 56 прибавление вы на себя это примеряете прикладываете великана может быть после стирочки но если свяжите образец и посмотрите вы столк от них нет добывайте что-то образцов толку нет но это редко обычно они дают толку хотя бы показано насколько вы пряжа растягивается если вы значит очень сильно растягивается вы немножечко сделайте поменьше чем нужно если очень сильно растягивается у или не растягивается там уже вяжите как положено это все горячей который никогда не вязал образцу вот что я могла бы вам посоветовать случае если у вас никак не идут дела джемпер очками или свитер очками попробуйте этот способ неплохой кстати у сама сейчас о нем вспомнила и думаю вот что-то мне очень захотелось связать где тут мой шикарный рисунок свитер я уже потеряла его с асимметрии мне очень очень захотелось связать так что где-то даже вот он красивый даже спасибо за вопрос что ли после палантина может быть у меня сейчас только всего в планах но все это начну после нового года до нового года не хочу так что вяжите пожалуйста катерина и пусть у вас все получается всем кому было интересно буду рада всего самого доброго